Кушать подано. В Петропавловске актеры, театра, журналисты, госслужащие и флористы подались работать в общепит. Непривычную для себя профессию участники акции, звезды, официанты освоили всего за несколько часов. Главная задача – собрать как можно больше чаевых для дома малютки. Моя коллега Ирина Панфилова тоже взяла в руки под нос. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Сегодня я вас буду обслуживать. Такой роли у Елены Покрас за 20 лет работы в театре не было. Сегодня она официантка. Только изменить амплуа пришлось не на сцене, а в жизни. Это и сложно, это и очень интересно. От людей идет очень разная энергия. От женщин одна, от мужчин другая. И вообще сегодняшний вечер, сегодняшняя благотворительная акция – это очень здорово. Актеры, шоумены, журналисты, флористы, активисты и даже госслужащие провести один вечер за непривычным для себя занятием решили 11 звездных официантов. Это только на первый взгляд работа официанта кажется простой. Она надела фартук, взяла в руки под нос и сразу же изменила свое мнение. Специальным образованием здесь не нужно, но тонкостей очень много. Самое главное – знать золотое правило лучших официантов мира. Гости должны чувствовать себя легко и непринужденно. Ваш кофе, пожалуйста. Работа официанта – своего рода экзамен. Оценку в конце вечера выставят клиенты. Гостей, кстати, было очень много. Столы бронировали задолго до начала благотворительной акции. Мне нравится сегодняшний настрой. Какой-то такой каламбург, который создали эти наши звездные официанты. Чувствуется непрофессионализм, но этот непрофессионализм, он так неинтересно, на ура подхватывается всем нашими гостями. Официанты щедро раздаривали гостям улыбки, травили анекдоты и даже опускались в пляс. А все ради чаевых. Они в тот вечер, кстати, были заслуженные. Общими усилиями звездного коллектива городского общепита удалось собрать порядка 300 тысяч тенге. Деньги передадут в Дом малютки. Ирина Панфилова, Тулигин Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура, Петропавловск, Хабар-24.